Олесю, доброго дня. Добрый день. Как выборец и как громадянка, как вы сприймаете результаты первого тура президентских выборов, чи задоволены вы таким выбором Украины? Этот вопрос самый актуальный сегодняшний день, я его слышу очень часто. И тема актуальна. Я вам хочу сказать основное. Я довольна тем, что все прошло спокойно, без провокаций, слава Богу, без крови и намека даже на это. И это самый главный итог первого тура президентских выборов. Я очень надеюсь, что в этом плане и второй тур так же спокойно у нас пройдет и все будет хорошо. То, что касается самих результатов и тех людей, которые вышли во второй тур. Ну, да, я рада, что там Зеленский. Вернее, не так, знаете. Я была бы больше рада, если бы там не оказалось Петра Порошенко, потому что, ну, если бы ему в первом туре избиратели дали оценку таким образом, чтобы он не попал во второй тур, по моему мнению, это было бы справедливее, потому что он-то, собственно говоря, показал вот всем тем положением дел в стране, которые есть нам, да, как он к нам, к народу Украины, все эти пять лет относился и продолжает относиться. Но тут есть один момент, есть такой нюанс, что, в принципе, если сложить все те технологии, которые были использованы властью и властной командой на протяжении предвыборного времени, что я имею в виду? Я имею в виду сетку, я имею в виду госвыплаты там по программе Турбота или просто какие-то надбавки, я имею в виду админресурс, я имею в виду самое банальное то, что в списке оказался однофамилец почти полный Тимошенко Юрий Владимирович, Юлия Владимировна Тимошенко, который, ну, вот это уже в чистую, да, это же понятно, что он отнял у нее сколько там? 0,7, да, или сколько процентов. Это все достаточно много, это все складывается в общую копилку, потому что если сравнить разрыв между Порошенко и Тимошенко, то, в принципе, и сложить вот эти все технологии, которые были использованы властью, так как у власти, ну, на то она и власть, да, но у нее реально в руках висит этот арсенал, который она могла использовать, ну, вот она его использовала. То я, конечно же, не исключаю, что во втором туре, если бы этого всего не было, если бы условия были равны и не было вот этих фальсификаций, что во втором туре оказались бы Зеленский и Тимошенко. То есть такой второй тур, он бы был более справедливый с точки зрения отношения к народу Украины и исторической справедливости, но, опять же, будем уважать выбор народа, те, кто проголосовали за Порошенко, ну, они составили какой-то процент. Хотя, вот знаете, для меня стало что неожиданностью еще? Традиционно на спецучастках, ну, это не только эти выборы, это вот все, которые я помню, на спецучастках, там, где военные, закрытые участки, там всегда голосуют за власть, ну, практически 100% за действующего президента. Тем более... Тем более в условиях войны, вы все можете представить? И я когда ждала этих результатов, вы мне говорили, вот смотрите, может быть такое, что по экзитполам, что разрыв между Тимошенко и Порошенко еще снивелируется. Почему? Потому что всегда, это традиционно, опросы, которые мы видим до выборов, они не соответствуют именно в теме Юлии и Тимошенко, тому, что мы увидим как результат. Почему? Потому что она традиционно брала выше процент из-за того, что у нее много в селе, у нее такое ядро электората, не доходят до села, поэтому у нее был такой зазор, чтобы прыгнуть и теоретически все-таки влететь в этот второй тур, да, вместо Порошенко. Но я тогда говорила, что, ребята, смотрите, ну, экзитполы же не учитывают и спецучастки, поэтому я не верю уже, что будет этот разрыв преодолен, ну, только разве что, если бы Тимошенко пошла в суды и там начала отстаивать, или, ну, там, но имея уже конкретное доказательство, или имея уверенность, что эти суды будут судить справедливо. Так вот, и для меня стало неожиданностью, понимаете, то, что за Порошенко не проголосовали военные. Это значит, что даже там, даже ребята, которые сейчас на передовой, которые реально рискуют своей жизнью, они хотят видеть, даже несмотря на то, что Владимир Зеленский абсолютно не ассоциируется с ролью именно главнокомандующего, да, с ролью военного человека, который в этом разбирается хорошо, тем не менее, мы понимаем, что в их случае, я думаю, что это было голосование против, не за Зеленского, вот конкретно, а это очень протестное голосование, это как раз оценка, которую получил Петр Порошенко за все свои пять лет политики. Ну, послушайте, его лозунг, который начинается таким правильным и важным для нас, особенно сегодня, словом «армия», был разбит тогда, когда вышел в эфир первый выпуск расследования программы Дениса Бигуса про коррупцию, жесточайшую коррупцию, наверное, правильнее это называть мародерство в украинской армии при президенте Петре Порошенко, коррупцией, которой занимается окружение Петра Порошенко, самое ближайшее. Поэтому, вы знаете, ну, после этого идти с таким лозунгом, прикрываться им и поднимать его на щит, но это уже, это даже для нашей политики слишком цинично. Особливо после последнего расследования Дениса Бигуса навколо Укроборонпрома, то это где-то, ну, выглядало бы аморально поддерживать. Кстати, я видела инициативу Петра Порошенко, чтобы все из Укроборонпрома прошли полиграф и таким образом доказали свою невиновность или виновность. И мы вчера в студии как раз сидели, одного из телеканалов говорили об этом. Сейчас же самая главная тема на повестке дня – это дебаты, да, вот. Будут выночены, будут. Порошенко должен вызвать Зеленского на дебаты, вернее, в основном парахаботы, да, говорят о том, что Зеленский не имеет права не пойти на дебаты, вот он должен пойти. И вообще, но, когда он должен будет, именно должен по закону пойти, только если это законодательно закрепить, и Верховная Рада сейчас проголосует быстренько. С точки зрения логики, правовой логики, это все равно, что вот игра уже идет, в футбол мы начали с вами играть, мы отыграли первый тайм, и какая-то из команд, которая имеет ресурс больше, чем вторая, говорит, а мы сейчас в перерыве правила поменяем так, чтобы помочь своей, и второй тайм, мы уже будем играть по новым правилам. Ну, Зеленскому дебаты не потребны, вы не потребны по Руссенку. Так вот, смотрите, это то же самое, что сейчас Верховная Рада быстренько проголосует этот закон, и во время избирательной кампании, потому что теоретически, да, это, ну, хотите, делайте, но это уже тогда на следующий избирательный, но, если все-таки мы здесь дойдем, и таким образом вопрос станет, что законодательно Зеленский обязан идти на эти дебаты, я предложила такую идею, я сказала, говорю, ну, хорошо, тогда я бы Зеленскому посоветовала через своих друзей каких-то в Верховной Раде зарегистрировать другой закон, и также попытаться его быстро провести, чтобы он был актуален именно для этих выборов, и до выборов, до второго тура, до голосования стало обязательным то, что оба кандидата, которые вышли в финал, должны сесть в одном помещении перед телекамерами публично, оба пройти детектор лжи. И, конечно же, вопросы, которые будут там сформированы, но почему нет, послушайте, Порошенко же сделал инициативу, и же он вышел с этим. Дебаты тоже отлично, но давайте тогда развеем тему дебатов. За инициативу было бы на богатую цикловищу. Давайте развеем тему дебатов, я думаю, что эти дебаты будут более осмотребельными, чем обычные дебаты, вот когда в присутствии журналистов, полиграфологов, то есть, ну, ассоциацию взять, независимых реально взять, выбрать, которые одинаково отдалены от всех участников процесса, пригласить докторов, чтобы они засвидетельствовали, что оба кандидата, приходя на полиграф, не находятся под действием каких-то наркотических или других лекарственных успокоительных средств для того, чтобы, да, сработал этот полиграф. Ну, и хотя бы так попробовать, и там пройти всякие вопросы, условно говоря, вы воровали ли вы когда-либо из бюджета, в каких там суммах, ну, если дальше развивать тему, придавали ли вы когда-либо кого-либо, я не знаю, там, работаете ли вы на одну из стран, не на свою страну, а представляете еще или защищаете интересы кого-либо. Вы поедунували бизнес с политикой. Ну, вопросов может быть масса. Ну, вплоть до того, что хотите вносить, если там моралисты не найдутся, там, изменяли ли вы своей жене, то есть что угодно, понимаете, это как раз можно выписать список вопросов, ну, одинаковый для обоих кандидатов, давайте спрашивать, и так далее. И вот это тогда было бы интересно. Да, это было бы действительно цикаво такое бы шоу. Дивите, от станом на сегодняшний день маем попередние результати, что 5 миллионов 700 тысяч наших співвітчизников проголосовали за людину, яку наш президент поки що назвал марионеткою, тим самым проявив зневагу як до своего оппонента, так и до выбору людей. Оці 30% за Зеленського. Ну, это фактически одно и то же, два в одном. Конечно же, это протест против того, что происходит сейчас в стране, потому что люди не связывают свое будущее, свое светлое будущее с именем Петра Порошенко, народ Украины. И в первом туре это явно ему продемонстрировали. Нет, ну я не думаю, тут как раз не о приколах идет речь. Тут идет речь о том, что люди искали своего кандидата, они не видели в старых политиках альтернативы для себя. А я вам хочу сказать, что то, что они ищут вот что-то настоящее, светлое, реального человека, который может спасти страну, потому что все уже видят, что, ну, дальше бездна. Показал еще тот факт, что Игорь Смешко, он для абсолютного большинства стал настоящей сенсацией этих выборов, его результат. Потому что социологи до этого давали ему 2,5% каких-то, а он набрал 6%. Причем я вам хочу сказать, что по нашей внутренней информации у него где-то 9-9,5% выходило. То есть это вот все то, что 6, это тот пресловутый админресурс, и как считают, и как делают на местах, потому что не все участки были просто охвачены физически. У него не было и в этом смысле полного ресурса. Поэтому там украли просто еще несколько процентов. И если бы не... Очень важный фактор, я сейчас скажу, вот это связано как раз с технологией, с манипуляцией, со знанием, который из года в год, из года в год, из выбора в выборы у нас происходит. Но я просто часто об этом говорю, потому что важно, чтобы люди это слышали и понимали. Смотрите, вот технологи привезли такую классную технологию. Кстати, первые россияне это завезли нам на выборы. Нужно, в том числе с помощью соцопросов, которые, опять же, коррелируются с волей разных партий и интересами больших финансовых и промышленных групп, что нужно сделать? Нужно вбивать народу Украины на протяжении какого-то времени в голову мысль о том, что, смотрите, есть кандидат А и кандидат Б, ну, может, еще С, да? В нашем случае вот эти выборы, их было три. Те, у кого реально есть шанс победить. Вот они большие, если вы проголосуете за одного из этих троих, ваш голос не пропадет, потому что у них есть шанс. Все остальные, которые есть в президентском списке, да, наверное, там есть, может, хорошие вообще и отличные. Но не смотрите, пропадет ваш голос, это все вы поможете Васе, Пете или тому из кандидатов. То есть это такая начинается тотальная массовая манипуляция с сознанием, когда этот бедный запуганный человек сидит возле телевизора или там монитора и думает, что, ну, действительно, ну, вот нравится мне смешку. Ну, по всем параметрам. Государственник, умница, абсолютно порядочный человек, без коррупционного следа. И человек, который делами уже доказал, что он эффективен и что он реально может привести Украину к успеху. Ну, человеку постоянно 24 часа в сутки отовсюду льется информация о том, что нет, не голосуй, не голосуй, потому что у него нет шансов, пропадет твой голос, сольешь его в мусорное ведро. Ты должен выбрать или Порошенко, или Зеленского, или Тимошенко. Вот и все. Это вот эта манипуляция, которая, собственно говоря, такому, как смешку, не дала пройти во второй тур. Потому что, ну, представьте себе, у человека было всего избирательный фонд, миллион восемьсот гривен он потратил. То есть это фантастика. И получил шесть процентов. Я посмотрела то, что опора вчера данные оприлюднила, да, по подсчету. Они посчитали, сколько кому из кандидатов стоил один голос. Но мы сейчас говорим о том, что эта опора считала, естественно, только официальные бюджеты, которые показали кандидаты. То есть туда ни сетка, ни подкупы. Ну, зрозумимо, что там мы все не побачили. Они не входили, да, там какие-то черные кэши, там взятки. Это мы говорим сейчас, давайте только об официальном, но все равно есть на что опираться, потому что, все здесь одинаково официально представляли. Так вот у Носирова это где-то тысячу гривен. А самый дешевый голос получился для Смешко, потому что там около четырех гривен один голос стоил. Понимаете, какая компания прошла? Почему? Потому что реально искренний, нормальный человек. Потому что, кстати, ведь медиавозможностей тоже было. Ну вот раз-два я пчелся. Не было никаких заказных эфиров платных. Не было даже денег, чтобы снять телевизионный ролик, и чтобы присутствовать на каналах, крутиться. Не было наметев, не было билборде, визуальная реклама. Всего ничего не было. Ну денег не было, реально. Я же говорю, ну миллион восемьсот гривен. Ну как вы считаете? Это просто, чтобы снять там помещение, штабы развернуть, там какую-то полиграфию напечатать. Все остальное... Ну может выборчая компания, это купейки, дурачи. Абсолютно. Все остальное, что он ходил, куда-то его приглашали, это просто потому, что он дает рейтинг, он был интересен. Его звали какие-то каналы, он два раза всего, если я не ошибаюсь, два раза на плюсы приходил на ток-шоу, его звали там как кандидата. Это центральный канал. Все остальное, это, собственно говоря, вот сайты. Это, да, это Дмитрий Гордон, который подняв забрало, он сказал, вот друзья, это наступает в жизни каждого человека и каждой страны, тот исторический момент, когда нужно рвануть рубаху, подняться из окопа и сказать, вот, голосуйте за него, потому что ну иначе мы все пропадем и Украины может не быть. Вот смотрите, в этом контексте и вы, Дмитро Гордон, неодноразово, и вы этого не приховывали, сказали про свою симпатию до кандидата Игоря Смешка, и я неодноразово чув, и про это также много писали в интернете, мол, я, как Улеси, как Дмитро, как, ну, вы журналісти, можете когось поддерживать, это же не лично журналістам, вы заангажированы, вот как вы на это реагируете? Ну, очень просто. Дело в том, что я всегда подчеркиваю, и это можно посмотреть по делам, собственно говоря, по работе, что как журналист я остаюсь абсолютно объективно, не заангажирована, как главный редактор здания Гордон. И это могут вам подтвердить все сотрудники, все журналисты, которые работают в редакции. На работе редакции это никак не позначилося. То есть мы как были, так и есть абсолютно независимой площадкой, которая дает и давала слово разным кандидатам, разным политическим силам, разным представителям разных партий. То есть абсолютно в этом смысле у нас так не принято, у нас нет вообще давления какого-либо на редакцию, мы руководствуемся только редакционной политикой. Поэтому здесь абсолютно моя совесть чиста. Но, но, как гражданин, и я всегда подчеркиваю в эфирах, что я выступаю как гражданин, и закон мне это не запрещает. Как гражданин я имею право на то, чтобы высказать свою точку зрения. Поэтому я как гражданин, я никого не призываю там голосовать, абсолютно. Я говорю о том, что лично я принимаю такое решение, и я аргументирую, почему я его принимаю. Потому что, вы знаете, вот легче всего ведь отмолчаться. А знаете, почему легче всего отмолчаться? Логика ведь у многих людей, не только у журналистов какая. Ну, да, я понимаю, например, что в стране жопа, что все плохо, и что дальше так продолжаться не может, и что менять надо, и что это все оставлять нельзя. Но, вы знаете, на всякий случай, а вдруг? А вдруг он опять пройдет, а вдруг он опять останется? А потом то, что я скажу вот за кого-то другого голосовать, или скажу, какая власть плохая, публично. Ну, тогда вдруг меня потом как-то у меня, да, проблемы будут, ко мне какие-то санкции применят, или еще что-то. Это же просто обычный человеческий страх. Это обычное человеческое приспособленчество, еще что-то. Так вот я хочу всем сказать, ребята, не бойтесь. Не надо бояться говорить правду. Потому что правду говорить легко. Ну, правда, она и есть правда. Во-первых, ты никогда, тебя невозможно будет на чем-то подловить, потому что, условно говоря, если ты врешь, да, то ты постоянно вынужден что-то придумывать. Ну, это правило громадянской позиции, тут нет ничего спины с однойменной политической партией. Ну, абсолютно. Тем более есть еще один момент хороший, знаете, вот то, что касается и меня, и Дмитрия. Ни Дмитрий, ни я, мы же не идем в политику, понимаете? То есть для нас это не политический проект. Для нас это абсолютно гражданская позиция, поддержка, причем человека, которого... Мы знаем много лет, семью знаем много лет, и я видела его в разных ситуациях. Поэтому, да, я понимаю, что это ответственность. Вот с точки зрения того, чтобы поддержать, об этом публично сказать, и ты тоже как бы уже разделяешь ответственность за то, что человек будет потом делать. Потому что, ну, ты же вот тоже как бы призвала к чему-то, ты тоже выступила, там сказала. Но по-другому не бывает, понимаете? А иначе не услышат совершенно, иначе не будет этого всего. А так, вы знаете, даже несмотря вот на то, что я сказала, на такой ограниченный ресурс, на такие неравные возможности для кандидатов, на абсолютное отсутствие бюджета. То есть это же понятно, что ни один олигарх нигде не присутствовал и не поддержал. И хотя к нему приходили олигархи с предложениями, я это знаю, передавали. А кто? Привет. Ну, я же не могу сказать, понятно, то есть если он захочет, то он когда-нибудь расскажет. Но я думаю, что это некорректно говорить, потому что тем более, ну, там, он отказался. Но, а что взамен? Ну, уже взамен. Кусочек Родины, да? Ну, а тогда смысл все это было затевать и вообще менять, пытаться, если опять в том же самом круге. Но я вам хочу сказать, что для меня тоже это стало, эти выборы и вообще результат Игоря Петровича, это стало подтверждением тому, что, когда говорят, что чтобы провести успешную кампанию, это политтехнологи, которые просчеты показывают, в Украине нужно 100-200 миллионов долларов, я вам могу сказать, что намного меньше. Да, если бы у смешков был миллион долларов, даже миллион, то он бы был точно во втором туре, потому что его бы было просто больше. Это можно разглядать, как такой уже практичный кейс. Да, абсолютно. Что треба робить, чтобы добывать данный результат. Ну, даже то, что вот у нас получилось за это время абсолютно без денег, вы знаете, ну, конечно, конечно, это... И этим, кстати, результатом мы показали, что, когда говорят о том, что народ Украины в массе своей, ну, дураки, ну, там, ну, тупой какой-то. Нет, очень много думающих людей, очень много тех, кто слышит, очень много тех, кто понимает. Надо просто найти нужные слова и достучаться. И в этом самое главное, как донести эту информацию. Вот это, это очень важно. А в нашем случае, конечно же, просто даже вот если говорить о Дмитрие Гордоне, его YouTube-каналы, каждое видео там просматривают несколько миллионов человек. И учитывая, что сегодня YouTube, он и дальше будет все больше занимать лидирующие позиции, я вам скажу, что эти выборы, вот президентские и парламентские, они последние в жизни нашей страны, где доминантой выступает телевидение, массовые каналы. Я думаю, что следующие выборы мы уже сможем, во-первых, мы будем их делать дешевле, мы, я имею в виду, Украина, да, украинцы. И YouTube будет формовать грамматическую думку. И YouTube, интернет, вот все будет там, потому что потихоньку каналы умирают, телевидение умирает, и все переходит в YouTube.